Библейский портал экзегет.ру представляет Братья и сестры, сегодня мы продолжаем наши занятия по избранным псалмам царя Давида. И сегодня мы изучили с вами уже 10 псалмов вступительных. И у нас остался вот избранный псалом 50-й. 50-й псалом – это покаянный псалом царя Давида, который был составлен Давидом, то есть он возник в его сердце, когда приходил к нему пророк Нафан, и обличил его. И Давид раскаялся в том грехе, который он совершил в Сверсавии. 50-й псалом – это как бы псалом, который учит нас подлинному раскаянию. Златоуст и Афанасий Великий пишут, «Псалом Давиду, Духом Святым, вдохновенный, дан всякому согрешающему, как образец покаяния, является четвертым покаянным в общей последовательности. Божественное человеколюбие передает памяти не только подвиг святых, но и грехи их, чтобы преткновением праведника исправить путь грешника, чтобы раны одних служили лекарством для других. Пророк указывает всем людям спасительный путь покаяния, как некое искусство непрестанно одерживать победу над врагом». Действительно, Давид был человеком, который являет нам пример подлинного покаяния. И был случай, связанный со святителем Авросием Медиаландским, когда он обличил императора, православного императора, который, разгоняя мятеж, погубил очень много человек. И потом этот император отправился в храм, а святитель Авросием Медиаландский вышел, он остановил его и сказал, «Тебе нельзя заходить в храм, ты пролил много крови». А тогда император сказал, «Давид тоже проливал много крови». На что он в Авросием Медиаландский сказал, «Если ты подражаешь Давиду в его грехах, подражай Давиду в его покаянии». И не пустил императора в храм. Император три дня стоял на коленях, и читал этот Псалом, покаянный Псалом царя Давида, Псалом 50. Псалом 50 обычно читается при совершении кождения священнослужителями, деканами и пресвитерами. Когда мы совершаем кождение по храму, мы читаем Псалом 50, особенно на Херувимской, когда совершается кождение, мы читаем 50-й Псалом. И считается, что размеренное кождение должно вмещаться в 50-й Псалом. То есть мы начинаем кождение и чтение этого Псалма, и заканчиваем кождение в храме, оканчивая про себя чтение этого Псалма, Псалма 50-го. Потому что священники, когда совершают кождение, они становятся между Богом и людьми. Как Аарон, брат Моисея, когда он узнал, что началась эпидемия в народе Божьем, он побежал, схватил кадила и стал между Богом и народом, и кождением он остановил эпидемию. 50-й Псалом начинается словами «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Мы будем читать русский перевод этого Псалма. И давайте посмотрим, что пишет старец Паисий. Он пишет, «Весьма многие произносят эти слова и зовут на всякий день бесполезно, увы, суетно, поскольку милости Господни не приемлют, так как не знают, что просят. Кто произносит эти слова по обычаю, не осознав своей страшной беды, как тот возможит получить милость Божию, такую чудесную и безмерную. Едва ли он ее получит. Но тот, кто но тот, кто вощувствовал свои прегрешения, кто осознал, что сам собою не может освободиться от мучающих душу и тело страстей, тот в разуме притекает к Богу и просит божественную благодать. Милость Божия есть благодать Всесвятаго Духа, который нам, грешным, подобает просить день и ночь, чтобы Господь снизошел нашему бедному устроению, простил садейное прегрешение, даровал дух целомудрия, дух целомудрия и страха Божия, дух кротости и дух любви, дух чистоты, смиренно мудрия и силы. Действительно, этот псалом читают, в общем-то, все православные христиане, когда читают утренние молитвы. В утренних молитвах содержится этот псалом, но на чем настаивает старец Паисий, мы должны читать этот псалом не только устами, но и всем сердцем, то есть средоточием наших чувств и всем нашим сознанием, воспринимая каждое слово этого псалма. по-славянски этот стих звучит «Помилуй имя Божия, по велиции милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззакония Мои». Что значит «по велиции милости Твоей»? Некогда Моисей хотел узнать имя Божие, и Господь сказал Моисею «Я провозглашу свое имя». И Моисей ждал, когда Бог провозгласит свое имя, и Бог заявил, что он милосердный, что он человеколюбивый, что он долготерпеливый. И вот эти эпитеты, они являются объяснениями, которые синонимичны имени Господь, потому что Господь четырехбуквенное имя Бога означает божественное милосердие, а Бог, славянный русский Бог, по-еврейски «элогим» означает миру божественное правосудность, как я вам часто объясняю. И если мы посмотрим во всей Библии, то имя Господь встречается почти семь тысяч раз, а имя Бог только полторы тысячи раз в Ветхом Завете. То есть милость, она превозносится над судом, над правосудностью. Поэтому, когда Давид молился «Помилуй меня Боже, повелиться милости Твоей», он это осознавал. Мы не можем требовать от Бога справедливости, потому что если мы будем требовать справедливости от Бога, например, кто-то нас обижает, и мы требуем справедливости. Бог может применить принцип справедливости и по отношению к тем, кто нас обижает, и сразу по отношению к тем, которых мы обижаем, то есть по отношению к нам за наши грехи и преступления. Поэтому мы просим от Бога милости, потому что по справедливости как только грешник совершал бы ослушание Бога, его надо было бы отрешать от этой жизни, как Адам и Ева они вкусили от древа познания добра и зла и сразу были изгнаны из рая сладости. Итак, Давид молится «Помилуй меня Божий, повелицей милости Твоей, помножеств щедро Твоих, кто-то может спросить, а чем милость отличается от щедрот? Божественная щедрость это божественное желание нам что-то давать. То есть Бог не только нас милует, то есть прощает, но Он проявляет и свою щедрость по отношению к нам после того, как мы переживаем Божие прощения, мы вдруг начинаем переживать Божие благословения. Щедрой рукою Господь посылает нам обильные дары, обильные благословения. Поэтому когда Давид молится, он говорит помилуй мя Божие, то есть помилуй мя судья, ибо слово Бог означает правосудность, по велиции милости Твоей, то есть той милости, которая превозносится над судом и помножеству щедрот Твоих, помножеству благословений Твоих, даров Твоих, а честь и беззаконие мое. Сразу возникает вопрос, а как щедроты Божии могут участвовать в нашем очищении? Дело в том, что когда Бог вместо проклятия посылает нам благословение, вместо наказания посылает нам милость, это является очень хорошей мотивацией, мотивацией для того, чтобы нам пережить подлинное покаяние. Само слово помилуй связано не просто с преступлением, а с возможным наказанием за это преступление. Итак, разобрав первый стих, мы идем с вами дальше. «Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». По-славянски это будет звучать «Наипаче омой мя от беззакония моего и от греха моего очисть мя». Что это значит? Почему здесь говорится многократно «омой меня от беззакония моего и от греха моего очисть меня». Почему многократно? По-славянски это передается словом «Наипаче», то есть прежде всего имеется в виду, что если бы человек был бы способен покаявшись не грешить, то достаточно было бы таинства крещения. Человек покрестили и все. Но увы, после крещения мы тоже совершаем грехи, поэтому нам дано таинство покаяния, которое называется таинством Господнего примирения. И покаяние также называется вторым крещением. То есть каясь пред Богом, мы как бы имеем возможность начать жизнь с белого листа снова. И мы нуждаемся в этом многократно и прежде всего, то есть наипаче. Почему наипаче? Почему прежде всего? Потому что невозможно вести нормальную жизнь, не решив проблему с прежде содеянными грехами. А когда через покаяние мы решаем проблему с прежде содеянными грехами, тогда мы можем выстраивать настоящую жизнь и идти к будущему. наипаче, а мы мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Златоуст пишет, «Милость Божия незреченная, но она требует и нашего соучастия. Бог милует, но милует с условием. Дай и ты, чтобы и ты принёс что-нибудь в дело собственного спасения. Ведь разбойник спасся, принеся свою веру и сам содействовал своему спасению». Действительно, в деле примирения с Богом мы должны быть соучастниками Божьего прощения. То есть не просто покаяться, а принести какой-то плод покаяния. Плод покаяния – это значит, надо сделать что-то противоположное тому греху, в котором ты каешься. И на самом деле каждому греху есть противоположный добродетель. противоположный этому греху добродетель. Например, человек украл. Какая добродетель, она противоположна греху кражи? Благотворение. Он пошел и помог какому-то человеку. Или человек впал в состояние какой-то блудной оскверненности. А какая противоположность воздержания? И вот время поста это очень удобное время для того, чтобы проявить добродетели и прежде всего те, которые противоположны нашим грехам. И когда мы проявляем добродетели, которые противоположны нашим грехам, мы лучше справляемся с нашими грехами. А если мы просто будем декларативно каяться, но ничего не будет меняться в нашей жизни, то едва ли это нам поможет. Потому что в послании к евреям апостол Павел пишет, что если христианин после Божьего прощения остается нераскаянным грешником, то в какой-то момент долготерпение Божие иссякает, и он переживает ярость Божественного наказания. По сути дела, это земная жизнь, сколько бы мы ни жили, 50, 60, 70, 80 лет, она дана для того, чтобы мы определились в добре или во зле. И читаем дальше. Ибо беззаконие моя я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Есть комментарии объединенные по Златоусту и по Блаженному Августину «Ради безопасности своей души имей пред глазами свои грехи, ибо память о прежних грехах предохраняет от будущих их повторений. Сам Бог требует от нас такое пометование». И дается ссылка на пророка Исаия, 43 глава «А «А СМЕСМ заграждай грехи Твоя и не помяну, ты же помяни, да оправдишься». Величайший подвиг мученичества есть добровольное пролитие своей крови, а грешники проливают свои слезы. И пойми, как велика сила слез. Петр отрекся от Христа и горьким плачем очистил свои грехи. И кто плачет о грехах своих, тот в слезах своих приносит Богу, как благоприятную жертву под своего сердца и кровь своей души». То есть мы должны иметь пометование о своих грехах и единственная цель, чтобы их не повторять. И в добротолюбии даже говорится, что не надо ходить по тем местам в городе, в котором ты живешь, где ты грешил. Я одному человеку сказал так, он говорит, тогда надо переезжать в другой город. Действительно, иногда человек вспоминает свою молодость, как бы везде грешил. Но на самом деле очень важно, чтобы не вспоминать содеянные грехи ради самих грехов. Потому что некоторые люди, например, не могут заснуть, начинают себя услаждать какими-то греховными воспоминаниями, проваливаются в теплоту как бы этого воспоминания и засыпают смысл о грехе. Вот этого нельзя делать ни в коем случае. То есть вспоминать грех мы можем как борец, который помнит, что у него левая рука трамвирована, правая нога трамвирована. Он об этом помнит, чтобы беречь во время схватки эти части своего тела. Только в этом смысле. А так в целом наше отношение к грехам, забывая заднее, сказано, простираясь вперед. И потом есть опасность, что мы все время будем помнить о грехах, можем впасть в уныние. Поэтому мы воспринимаем исповеданные грехи как уже не существующие, но мы знаем, что у нас есть такие склонности. У каждого человека есть свой набор склонностей, которые Господь ему попустил. Святые отцы учат, если бы апостол Петр не отрекся бы трижды от Христа, он не смог бы стать князем апостольским. Почему они так учат? Неужели для того, чтобы возглавить церковь, как Петр, надо впадать в какие-то грехи? Конечно, нет. Но имея опыт собственного покаяния, священнослужитель может помогать реально другим людям пережить такой же опыт. Как самые успешные люди в реабилитации наркозависимых, это сами бывшие наркозависимые. Самые успешные в реабилитации алкоголиков, это сами бывшие алкоголики. И не надо испытывать иллюзии относительно себя. в Библии сказано, все согрешили и все лишены правды Божьей, нету праведного ни одного. И, как я вам часто напоминаю слова апостола Павла из послания к Римлянам, Христос умер за нечестивых, едва ли кто умрет за праведных. Поэтому, когда Давид восклицает, беззаконие моя, я сознаю, и грех мой всегда предо мною, здесь имеется в виду, что надо знать свои слабые места, с одной стороны, а с другой стороны, у Давида в то время не было средств очищения от греха. Ведь Христос не умер на кресте. Давид жил тысячи лет до Рождества Христова. Тысячи лет до Рождества Христова. Ибо беззаконие мои я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавые пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем, и чист в суде твоем. По-славянски это звучит тебе единому согреших и лукавые пред тобою сотворих. А почему согрешая, ну, например, грехом воровства или грехом блуда, человек согрешает перед Богом. Тебе единому согреших. Ведь в Писании, например, о грехе блуда сказано, блудник грешит против собственного тела. А почему получается, что любой грех против Бога. Тебе единому согреших, лукавый пред тобой историк. Потому что Бог дал заповеди не убивай, не прелюбодействуй, не кради. И нарушая любую из этих заповедей, с одной стороны, мы вносим хаос в этот мир, а с другой стороны, мы проявляем грех ослушания Бога. Мы игнорируем волю Бога. Бог говорит, не кради, мы крадем. Бог говорит, не убивай, а мы запятнали себя в грехе аборта, как один средневеков богослов сказал, в грехе аборта виноват кто угодно, но только не женщина. Господь говорит, не прелюбодействуй, а мы прелюбодействуй. Поэтому это мятеж против Бога. Любой грех – это восстание против Бога, это мятеж против Бога. И поэтому Давид так и говорит, ибо беззаконие мои я знаю, и грех мой предо мною, тебе, тебе единому согрешил я, и лукавые предачами твоими сделал. Нам, священникам, например, запрещено отпускать грехи человеку, если мы не установили, что он имеет твердое намерение больше не повторять эти грехи. Поэтому в некоторых случаях, когда мы сомневаемся, мы должны спрашивать человека, а вот ты имеешь намерение больше не возвращаться к этому греху. то есть, когда человек идет на исповедь, он должен идти с твердым намерением больше не грешить. Даже, если он это делает 548 раз, исповедуя один тот же грех. Все равно это намерение его не должно покидать. Когда-то это будет последняя его исповедь, после которой он уже не вернется к этому греху. А для многих христиан то, что грехи повторяются, это для них повод для уныния. Они говорят, ну, ничего не меняется в жизни, ничего не меняется. Одни и те же грехи сколько лет. Но, как я вам часто объясняю, на самом деле меняется очень многое. В молодости даже для христианина грех вообще может казаться каким-то приключением. Я помню семинарские годы, когда мы семинаристы собирались, обсуждали нашу жизнь. И некоторые аж хвастались грехами. Например, Блаженный Августин рассказывает о том, что он воровал яблоки не потому, что он был голоден и они им были нужны. У него в саду было полно яблок, в собственном саду, а потому, чтобы выглядеть нормально в глазах своих приятелей. И он рассказывает, что когда они хвастались друг перед другом, они наговаривали на себя. То есть человек молодой мог сказать, а я, знаете, что я сделал? Хотя это уже было тогда христианское общество во дне Августина. Многие люди были христианами, вполне православными. и вторая часть шестого стиха так, что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Почему Давид так говорит? Он признал, что любой грех совершается перед Богом, а если Бог является объектом нашего греха, когда мы нарушаем Его волю, значит, Он в праве нас судить. Поэтому Он прибавляет вот эти слова. Ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Далее Давид, седьмой стих читаем, говорит, я, вот я в беззаконии зачат и в грехе родила меня мать моя. По-славянски Себу в беззакониях зачат есть и во грехе родила меня мать моя. А о чем это непонятно? У него что, были какие-то грешные родители? Нет, у него были вполне праведные родители. А почему что Он в беззаконии зачат и во грехе родила его мать его? Потому что мы грех наследуем от наших прародителей, от Адамы и Евы. А грех это нравственное заболевание, которое передается половым путем, почти как спит. Поэтому Давид восклицает все в беззакониях зачат есть и во грехе роди мя мать моя. и совмещенный комментарий по Афанасию, по Феодориту и по Дмитрию Ростовскому. Первоначальным намерением Божиим было то, чтобы мы рождались не через брак и тление. Преступление же заповеди Божий Адамом и Евой вело брак, и поэтому все рождаемые от Адама зачинаются в грехах. Но не брак обвиняет пророк и не брачное общение напротив выставляет на вид беззаконие прародителей. Так как они согрешили, то подпали тлению, а сделавшись тленными, таковых родили детей, и зло для них стало естественным и природным. Ибо в чем человек рождается, того с детства и желает, а том и помышляет. Прилежит человеку злая от юности его. Бытие 8.21 Поэтому-то мы и склонны к добродетели, поэтому-то мы и не склонны к добродетели, не слушаем добрых увещеваний, а на злое дело весьма скоры, но со всем этим борется рассудок и, победив, прославляется и украшается. Итак, мы наследуем грех Адама, и в Библии сказано от одной крови произошел весь род человеческий. Современная наука признает, что весь род человеческий произошел от одного мужчины и от одной женщины. Все мы родственники. Поэтому, когда Давид говорит, вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя, он не обвиняет ни в чем своих родителей. Он от корня Исеева, то есть его родители вполне благочестивы, но будучи потомками Адама, они рождают детей такими же потомками Адама, то есть причастными к греху. Поэтому апостол Павел пишет, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. И далее мы читаем «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость твою». По-славянски это звучит «Все бы истину возлюбилось и безвестной тайной премудрости твоя явил ми еси». Дмитрий Ростовский предлагает такой комментарий «Мы знаем грех Давидов, но каковы были подвиги его и труды покаяния? Этого мы не знаем, ибо он через свое покаяние приобрел у Господа столь великую милость и получил от него такую благодать, что сподобился от него и откровение божественных тайн и пророческого дара. Истинному покаянию предлагаются великие подвиги и труды, чтобы увидеть безвестное и тайное премудрости Божией. Вот ты истину возлюбил исти в сердце моем и внутрь меня явил мне премудрость». То есть удивительно премудрым образом Господь подсказывает нам пути раскаяния. С одной стороны мы называем грех грехом. Сейчас это подвиг в современном мире, когда человек называет грех грехом, потому что в этом мире грехи многие объявляются нормой человеческого поведения и не считаются чем-то предосудительным. И когда человек говорит «Нет, все-таки это грех», на него смотрят как на чудака. Первый этап мы называем грех греховым, мы исповедуемся и мы творим плод покаяния. То есть что-то такое, что совершенно противоположно этому греху. То есть проявляем какой-то добродетель, который противоположен этому греху, что и есть действие умудренного Богом разума. И далее мы читаем «Окропи меня Исопом и буду чист, омой меня и буду белее снега». Афанасий Великий и Иоанн Златоуст пишут «Исоп – это ароматическая трава горького вкуса, которую в Ветхом Завете погружали в кровь или в воду и кропили грешников в народе. Это служило символом очищения в прообраз будущего очищения всех кровью истинного Агнца Христа, который одна только может омыть нас от грехов и паче снега убелить. Исопу пророк уподобляет действенность Святаго Духа, как очищающего в нас всякую скверну. Этому окроплению должна предшествовать горечь покаяния, жалость и слезы о грехах. Итак, Господь силен убелить нас и сделать белее снега. Паче снега убелюся. Так это звучит по-славянски. То есть, пройдя через исповедь понеся эпитимию, которая дается нам для исправления, мы можем начать жизнь с белого листа. Ну, собственно говоря, сразу после исповеди лист становится белым. Но, чтобы он быстро не замарался, нам дается эпитимия. Эпитимия не имеет целью, а чтобы мы что-то такое совершили, что поможет нам пережить прощение. Прощение сразу переживается в исповеди, когда священник читает разрешительную молитву. Но так как есть склонность к греху, то дается эпитимия. Она дается не ради прощения греха, потому что грех прощается в самом таинстве, а ради исправления склонности к этому греху. И отцы говорят, даже не молись за тех людей, с которыми ты грешил. То есть можно понять твое желание помолиться за них, оно обусловлено тем, что у тебя комплекс вины по отношению к этим людям может быть, но когда будешь за них молиться, ты будешь вспоминать грех. и молитва может послужить поводом для возбуждения страсти. Даже заповедь может послужить поводом для возбуждения страсти. А дьявол и апостол Павел пишет, дьявол берет повод от заповеди и извращает ее. Ну, я вам как-то рассказывал, расскажу для тех, кто не слышал. Однажды одна женщина привела ко мне свою дочь сатанистку. И я с ней побеседовал, а потом через полмесяца мать звонит, я спрашиваю, ну как? А мать этой девочке говорит, она Библию читает, день и ночь что-то выписывает. Я говорю, ну вы не спешите радоваться? Вы спросите, зачем она читает? Мать перезванивает мне и говорит, да, вы правы оказались. Я ее спросил, зачем, доченька, ты читаешь Библию? Она сказала, так как у меня нет сатанинской Библии, у меня денег не хватает, чтобы ее купить, мне мои наставники сказали, читай христианскую Библию и делай все наоборот. Таким образом, дьявол берет повод от заповеди и заповедь искажает. грех, он банален. Грех банален. И далее мы читаем 10-й и 11-й стих. По-славянски это звучит «Слуху моему дайся радости веселья, возрадуются кости смиренные. Отвратили лица твоя от грех моих и вся беззаконие моя очистит». Комментируя эти слова, Златоуст и Афанасий пишут «Снова обращается Давид к исповеданию и ищет прежней близости к Богу, просит Бога возрадовать слух души его вестью о помиловании». Действительно, многократное очищение – это то, в чем мы нуждаемся. И уже пережив помилование, мы ищем нового проявления божественного милосердия. Потому что грехи повторяются. И далее мы читаем 12 стих «Сердце чистое сотвори во мне Боже, и дух правый обнови внутри меня». По-славянски это звучит «Сердце чистое сотвори во мне Боже, и дух прав обнови во тропе моей». А комментариев на эти слова очень много. Мы прочитаем только некоторые. «Сердце чистое есть сердце, милующее всякую тварную природу человека, птиц, животных, пресмыкающихся и даже демонов. От великой и сильной жалости и от великого терпения умаляется сердце такого человека и не может оно вынести какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемой тварью». То есть, когда человек имеет чистое сердце, он всех, воспринимая этим чистым сердцем, проявляет к ним сострадание. Мы знаем, что Григорий Низкий молился за дьявола, за демонов и бедствов, потому что он пламенел любовью ко всему творению. И он молился, чтобы Господь восстановил их в ангельском достоинстве, ведь когда-то они были ангелами, и он надеялся, что Бог их простит, и они опять будут на небесах петь херувимскую песнь, как они ее пели и раньше пред Богом. Далее Давид молится «Не отвержи меня от лица твоего и Духа твоего святаго не отыми от меня». Что значит «Не отвержи меня от лица твоего»? Мы хотим, чтобы присутствие Бога ощущалось в этой жизни. Вот когда человек ощущает, что над ним рука Божья, он как бы созерцает лицо Бога, которое обращено к Нему. А иногда человек чувствует Богооставленность. Даже Христос, Сын Божий, чувствовал Богооставленность, когда он восклицал на кресте «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня». Не отвержи меня от лица твоего, то есть не перестань управлять мною, сделай так, чтобы я всегда чувствовал твою отеческую любовь, заботу обо мне. Даже тогда, когда ты наказываешь меня ради вразумление, как бы это имеет в виду Давид, когда говорит «Не отвержи меня от лица твоего». И Духа твоего святого, не отыми от меня. Дух Святой – это Дух Божий, который научает и наставляет нас на всякую правду. И мы нуждаемся в этом наставлении и в этой правде. А в чём заключается правда Божия? Она заключается в том, что Сын Божий нас ради человек и нашего ради спасения взял на себя грехи мира, воскрес за наши грехи, умер, точнее, за наши грехи, а воскрес для нашего оправдания. «Воздашь тьми радость спасения твоего и Духом Владычным утверди мя». Феодорит пишет «Воздашь тьми возврати радость спасения благодать своего Духа и Духом владычным, владычественным над страстями тьми утверди мя». Таким образом, в этом стихе, в 14-м, Давид молится, чтобы восстановились его отношения с Богом и чтобы Духом Владычным он он владычествовал владычествовал над своими страстями, над своими грехами и над своими дурными склонностями. Научу беззаконных путем твоим и нечестивые к тебе обратятся. То есть, если я верну Духа Святаго, научусь владычествовать над своими грехами, я смогу поделиться этим опытом с другими людьми, научу беззаконные путем твоим, потому что я сам был беззаконным, как бы говорит Давид, и нечестивые к тебе обратятся. Я и сам был нечестивым, но обратился, и этот опыт я хочу передать другим людям. Златоуст и Афанасий пишут, Давид обещает за возвращение Духа быть образцом покаяния для людей согрешивших. Давид обещает за возвращение Духа быть образцом покаяния для людей согрешивших. Таким был апостол Павел. Апостол Павел постоянно вспоминает, что он был гонителем, что он был врагом Христа, гонителем Церкви Божьей, но благодатью Божьей он стал тем или чем или чем чем он и стал избавь меня от кровей продолжает Давид Божий Божий спасение моего возрадуется язык мой правде твоей избавь меня от кровей Эфимий Зигабен ученый византийский монах 12 века дает такое толкование По таинственному смыслу Священного Писания под этим можно разуметь предзнаменование предзнаменовательно и злых духов находящих удовольствие в крови убиваемых людей и закалываемых животных Удвоение Божи-Божи выражает напряженное состояние души просящей и молящейся избавим от кровей Давид вел много войн любая война это дело бесовское потому что дьявол любит сталкивать людей друг с другом и Давид пролил много крови и он понимает опасность этого кровь которая проливается на войне она как приносится в жертву бесам злым духом демоном избавим от кровей Божий Божий то есть судья судья спасения моего а как судья может быть судья спасения нашего как суд Божий может являться источником нашего спасения сказано в Писании а иных страхом спасайте а иных страхом спасайте один молодой человек пришел ко мне и говорит батюшка не знает что делать со смартфоном я говорю а что случилось он говорит ну смартфон он записывает куда я хожу что я делаю там же эти вот всякие сим-карты там записывается что я говорю там даже могут съемку вести что я делаю в помещении я не хочу чтобы у меня был смартфон а с другой стороны я не могу без него обходиться я вам говорю а может быть тебе и надо иметь такую вещь как смартфон ты же не боишься бога может быть ты будешь бояться людей что они услышат как ты говоришь что-то плохое они увидят что ты делаешь что-то плохое ты же не боишься бога мир потерял страх божий раньше люди жили как они помнили что над ними око видющее ухо слышащее и книга в которой записываются все где они а сейчас у них смартфон око видющее ухо слышащее и симка на которой записываются все наши разговоры они конечно наши мысли не могут проникнуть но для некоторых людей это страх хотя бы в присутствии смартфона совершать что-то предусудительное может быть для неверующих это палочка выручалочка избавим от крови Божий Божий спасение моего возрадуется язык мой правде Твоей мы уже с вами определились что правда Божия есть упование на Христа Господи усне мои отверзиши и уста моя возвестят хвалу Твою что это может значить святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский пишет Господи усне мои отверзиши сердечные и уста внешние возвестят хвалу Твою то есть понимание святого и праведного Иоанна Кронштадтского сначала надо открыть устне сердечные потом уста внешние и воспеть хвалу Богу как апостол Павел пишет буду петь духом то есть чувствами сердца буду петь умом с рассуждением буду молиться духом буду молиться и умом то есть нам нельзя молиться только сердцем не включая не включая поэтому когда кто-то говорит отключи ум включи сердце это провокация открой сердце и жди как ты откроешь сердце демоны туда набегут еще кто-то или говорят или говорят отключи сердце только умом это тоже не очень красиво должно быть созвучие чувств и разума буду петь духом буду петь умом отверзли усне мои Господи усне мои отверзлише и устам мои возвестят хвалу твою здесь Давид как бы признает человеческую неспособность правильно молиться и в послании к римлянам апостол Павел пишет вы не знаете как молиться сам дух божий молится вас воздыханиями незреченными то есть Бог сам может отвеснуть наше сердце раскрыть его навстречу самому себе чтобы наша молитва была совершенной ибо аше бы восхотелось и жертвы яко яко аше бы восхотелось и жертвы дал бы их убо все сожжения не благоволишь то есть Давид здесь говорит если бы ты восхотел жертвы я бы дал тебе но ты не благоволишь к всесожжению этих агнцев тельцов козлов а что это такое для тебя в листвице Иоанна лиственничка читаем не так благоугодно Богу жертву всесожжения то есть истощенное постом тела хотя и предпочитало всем другим жертвам как жертва сокрушенного духа смирение то есть Бог ждет от нас не подвигов там какого-то крайнего такого самоистязания на уровне какого-то мазохизма а Господь хочет чтобы проявляли смирение потому что подвиг который человек может совершить он может стать источником гордыни а смирение сказано Бог гордым противится а смиренным дает благодать то есть Бог хочет твоего и моего сердца свеча которую мы ставим перед Господом она является только символом того как свеча сгорает целиком стоя на подсвечнике так и жизнь наша от начала и до конца должна пламенеть перед Богом жертва Богу продолжает Давид дух сокрушен сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит вот какую жертву ждет от нас Господь дух сокрушен сердце сокрушенно смиренно и Бог не уничижит Давид продолжает читать свои покаянные псалом ублажи Господи благоволением твоим Сиона и да созиждутся стены Иерусалимские по русскому это звучит облагодетельствуй Господи по благоволению твоему Сион воздвигни стены Иерусалима наш христианский Сион это православное веручение в его чистоте а наш православный Иерусалим вокруг которого должны быть стены защищающие его это церковь стены защищающие церковь это заповеди Божия каноны уставы и постановления церкви они существуют для того чтобы удалить человека от возможного греха для древних людей очень важно было удаляться от греха насколько только возможно евреи впадали даже в крайности вы наверное видели вот эти писатые ходят молодые люди с пейсами а почему в пятикнижии Моисеевом ничего не говорится про пейсы но там говорится не брейте висков потому что язычники в те времена брили виски евреи чтобы удалиться от нарушения этой заповеди не брейте висков они отращивают виски чтобы прямо они уж крутились вертелись эти пейсы удаление от греха на достаточно серьезную дистанцию это очень важный момент то есть мы должны ставить ограду вокруг закона есть божьи заповеди которые нарушать нельзя есть каноны уставы постановления церкви которые удаляют человека от нарушения любой заповеди они как бы усиливают власть закона над нами и последний стих 21 тогда благоугодные будут тебе жертвы правды возношение всесожжение тогда возложат на алтарь твой тельцов давайте посмотрим как это звучит по-славянски тогда благоволейших жертву правды возношение всесжигаемое тогда возложат на алтарь твои тельцы кстати старорусский перевод псалма немножко другой наши предки убрали слово тельцы они рассуждали какие тельцы тельца одного единственного тельца только Христос он один какие тельцы и когда вы читаете на старославянском там тогда возложат на алтарь твой тельца хотя по-еврейски тельцы но тогда это было именно так чем больше тем лучше а у нас есть Христос совершеннейшая жертва и когда мы читаем эти слова тогда возложат на алтарь твой тельцы мы думаем только о нем какие тельцы Христос Иисус поэтому наши предки до Никоновской реформы они читали тельца Златоуст пишет это пророчество относящееся исторически и буквально к пленным иудеям в Вавилоне умоляющих Бога о возвращении в родную землю и принесении законных жертв то есть Давид совершает покаяние но будучи пророком он совершает покаяние за свой народ о котором пророчески он знает они окажутся в дальней земле вдали от храма вдали от Иерусалима будут разрушены стены Иерусалима но потом Бог восстановит Иерусалим храм стены и тогда возложат на алтарь тельцы ублажи Господи благоволением твоим Сион и досозидуются стены Иерусалимские правитель Вавилонии Артроксерс Лангиман как раз он подписал указ о восстановлении стены Иерусалима это будет через столетие после Давида тогда благоволивши уже эту правду возношение всесжигаемое тогда возложат на алтарь твой тельцы Давид кается перед Богом но не забывает каяться из-за своих потомков причем он кается за тех которые еще не родились но как пророк Божий он созерцает их проблемы он видит разрушение Иерусалима стен Иерусалима и он верит что все это будет восстановлено будет восстановлено святилище и жертвы тельцов будут принесены а мы христиане знаем что Христос есть истинная жертва как апостол Павел пишет кровь козлов тельцов овнов она никого не довела до совершенства а кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха то есть в нашем христианском прочтении все-таки не тельцы а тельца спаси Христос